В закрытом сосуде под поршнем находится 4 грамма насыщенного зенового пара. Двигая поршень, занимаемым паром, объем уменьшили в два раза, поддерживая температуру сосуда и его содержимого, постоянное и равное 100 градусам. Какое количество теплоты было при этом отведено от сосуда? Так, значит, ну давай разбираться. Значит, это исключительно. Хорошо, давай писать дано. 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 М4 на 10 минус 3. Значит, Т270, ну, 373. Да, В2, КВ1, 1, 2. Ну, это я написал, что 100 градусов Цельсия, абсолютная температура 100 градусов Цельсия, чему равна? 273 же. Абсолютная температура для этого самого. Неважно. Значит, Т маленькая, 100 градусов Цельсия, вот так, нормально. Это же то же самое я написал. Мы Кельвины считаем, прибавив 273. Вот я и прибавил. Это не суть. Да, лямбда это 2,3 на 10 шестой. 2,3 на 10 шестой. Ну, лямбда, спроси, что попроще. Я лямбда или р ее обозначаю. Неважно. Значит, давай сообразим, что у нас было. Значит, 4 грамма насыщенного водяного пара. Значит, у нас получается, что влажность уже равна 100%. Значит, наша влажность равна 100%. Значит, помнишь, мы такие задачки решали. Влажность равна 30%. Уменьшили объем в 4 раза, какой станет влажность? Она станет 100%, потому что по-хорошему у тебя... Ну, да, 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 да. То есть, на самом деле, за счет чего у нас возрастает влажность? У нас температура остается одной и той же. Значит, соответственно, P на V равняется константам. И если мы уменьшаем объем, то давление у нас начинает возрастать. Соответственно, формально, если бы это был бы один обычный газ, а не насыщенный пар, то мы бы что-то сказали. Мы бы сказали, что у нас P1V1 равняется P2, а V2 у нас это V1 пополам. Но V1 пополам. То есть, соответственно, из чего бы следовало, что P2 равняется 2P1. Но с паром это невозможно, потому что с насыщенным паром. То есть, вот должно бы у нас увеличиться в два раза давление, его плотность. Но этого не происходит. Она остается такой же. То есть, на самом деле, получается, что мы можем даже это прикинуть прям устно. Раз у нас всего 4 грамма водяного пара в данном объеме, то когда объем мы уменьшим, сколько у нас останется? В два раза меньше 2 грамма. Дельта M равная M пополам должно сконденсироваться. Должно сконденсироваться. Сконденсироваться. А вот теперь задачка крайне необычная. Да. Нам нужно считать, какое количество теплоты. Значит, первым делом при этом выделилось такое количество теплоты за счет конденсации. Значит, Q1 выделил за счет конденсации. За счет конденсации. Ну, понятно. Ну, прекрасно. Ну, это, ты понимаешь, значит, соответственно, лямбда на дельта M. То есть, вот это число 2 и 3 на 10 в 6 на 2 на 10 минус 3. Это получается, чего там такое? 10 в 3 и 4.6. 4 и 6 на 10 в 3. То есть, получается 4600 джоулей. Ответы округлите до целого числа килоджоулей. Ага. То есть, 4 и 6 килоджоулей. Но возникает вопрос. Еще что-то у нас выдалилось. Значит, там. Давай проверим, что у нас происходит при этом процессе. То есть, единственное ли это изменение теплоты. Значит, мы знаем, что дельта Q равно А плюс, соответственно, дельта U. его объем уменьшили. Значит, получается, что работа вот эта, сама работа будет отрицательной. То есть, получается, вот в состоянии 1 у меня P атмосферное на V равняется, значит, M на M большое на R на T. Вот это вот. Ну, давай T0 даже напишем. А здесь останется давление таким же. Объем стал в два раза меньше. V пополам равняется M пополам на M. R, T0. Ну, вот единственным способом, да, половина могла это во втором случае. Значит, работа какой стала? Работа стала P на дельта V. И работа стала равна у нас отрицательному числу. P, V0 пополам минус P, V. Это минус P0 на V пополам. То есть, получается, минус M пополам на M большое на R и на T0. Это число мы можем посчитать. Мы здесь все знаем. Значит, вот такая работа. Значит, получается, дельта Q наш при этом отрицательный. А изменение внутренней энергии какое? Изменение внутренней энергии – это U2 минус U1. А изменение внутренней энергии в состоянии U2 – это… Так, воздух. Так, подожди, водяной пар. Чего там считать? Значит, какой-то коэффициент там у меня будет, значит, на M к M на R T0. Одно минус другое, да? Причем именно второе минус первое. То есть, у меня изменение внутренней энергии получается тоже отрицательное. Так, а что мне считать воздух? Так, воздух, воздух. Водяной пар. Это трехатомный газ. Чего там делать с водяным паром? Нужно же вот это еще считать. То есть, вот количество теплоты еще было введено. Вот я не знаю, что мне с этой константой делать. Значит, либо я туплю, либо, значит… Ну, хорошо, значит, получается, что у меня… Ну, воздух я не могу считать двухатомным. Чего там? Семь вторых писать. Такого просто не бывает. Короче говоря, по идее, нужно к этому числу еще добавить вот это. Значит, то есть, получается, что совершается отрицательная работа и уменьшается… Уменьшается еще внутренняя энергия за счет… Она такая же. Значит, она такая же. Так, что случилось? Ты не слышишь меня? У меня вас очень плохо слышно. Ну… Хорошо, а что делать-то? А сейчас? Ну, сейчас и нет будет вообще. Да, я тебя прекрасно слышу. Значит, давай посмотрим. В эту задачу, что там делать с этим, с воздухом? Давай. Значит, так. Ну… Ну, правильно. А дальше-то что? Внутренняя энергия уменьшается. Они «Р» это обозначили. Слушай, а как все-таки… «Р» нам больше ничего не надо, кроме… Так, подожди, а это как? А, ну да, ну да, ну да. Да, это я затупил, конечно. Да, я эту задачку не решил. То есть, вот мы уже посчитали. На самом деле, вот это уже то, на что уменьшилась его внутренняя энергия. При конденсации. То есть, вот это R уже учтено у нас. То есть, всё, работа осталась. Нам константа это не нужна. Потому что, ну, я как бы два раза хотел учесть одно и то же. То есть, ΔU у меня уже вот здесь в Q1 учтено. То есть, на самом деле, это Q1. Да, это я затупил. Задачка необычная. Вот здесь в Q1. То есть, нужно тогда просто работу ещё поставить вот это. Ну, она тоже с минусом. То есть, получается, вот 4,6 и вот это число ещё посчитать. То есть, 4,6, ΔQ получается равно 4,6 плюс M пополам. Значит, 2 на 10 в минус 3. Здесь тогда 18. Ну, если там 2 грамма, давай вот 10 в минус 3 уберём, чтобы там лишний раз не писать. Так, сейчас слышит у меня, Никит? Отлично. 2 на 18 на 8 и 31. Я тебя очень хорошо слышу. На 373. Вот такую штуку. То есть, ну, соответственно, 8 и 31 умноженное на 2, деленное на 18 и умноженное на 373. 373 равняется 344. 4,6 плюс... Да, 344, но это 0. 344 деленное на 3. Там у них что, я обсчитался, что ли, здесь? Нет, всё правильно. 344 Джоуля. Да, они меня обманули. Они меня обманули. Значит, два раза хотел одно и то же посчитать. Здесь не нужно уже считать. Так, ну, вот, это примерно 5. То есть, всё равно 4,6 до 5, 5 кило Джоуи. Всё равно, значит, до 5 округляется. Ну... Ну... Ну...